Добрый день, уважаемые коллеги! Рада вас приветствовать! Сегодня хочу поговорить о тех практических рекомендациях по лечению хронического болевого синдрома онкологических пациентов, которые были разработаны для 2021 года. И прежде даю небольшой обзор по всем практическим рекомендациям для того, чтобы понимать, как освещена сама тема. И остановлю ваше внимание на двух практических параграфах, на которые мы обратим ваше внимание, и объясним, почему и с какой тщательностью они были добавлены. Ну, прежде всего, когда мы говорим о практических рекомендациях, мы говорим с вами о том, что дефиниция качества жизни играет огромную роль в жизни онкологических пациентов, и Международная ассоциация боли совместно с Всемирной организацией здравоохранения дает четкое определение боли как сохраняющаяся или инцидирующая боль на протяжении более трех месяцев и составляет хроническую боль. Это определение, которое существует и принято официально практически в последние 10 лет. Мы ориентируемся именно вот на этом определении. Поскольку хронический болевой синдром ассоциируется с тяжестью состояния онкологических пациентов, всегда нужно отмечать, что он изменяет качество жизни пациентов, значительно ухудшает повседневную жизнь, ограничивает трудовую деятельность пациентов, изменяет их социальный статус, и поэтому решению проблемы адекватной коррекции болевого синдрома онкологических пациентов, конечно, уделяется огромное внимание. Что касается раздела этиологии патогенеза болевого синдрома онкологических пациентов, мы обратили ваше внимание в наших практических рекомендациях, конечно, прежде всего, выделяя основные причины возникновения болевых синдромов у онкологических пациентов. Это, прежде всего, боль, которая вызвана наличием самой опухоли, непосредственно боль, которая возникает при осложнениях самого опухолевого процесса, боль, которая обусловлена специальными методами лечения, в частности, противоопухолевым лекарственной терапией, и при осложнениях, которые возможны и возникают при использовании лучевой терапии. При сочетании комплексного лечения и при сочетании разных специальных методов лечения также возникают боли, ухудшающие качество жизни наших пациентов. И еще мы сюда включили и дефиницию боли при порнопластических синдромах, потому что такие моменты, как возникновение пролежней трофических язв и констипации, как следствие остенизации из-за длительного пребывания в постели у онкологических пациентов в тяжелых стадиях, тоже имеют колоссальное значение. В разделе диагностики мы обратили внимание практических врачей, онкологов, терапевтов, прежде всего, к тщательному сбору аномнистических данных пациента, которые позволяют выяснить наличие коморбидных состояний, использование полипрагностических моментов в плане лечения соматических сопутствующих заболеваний, которые определенным образом могут влиять на моменты диагностического и лечебного порядка, которые мы хотим предложить тому или иному пациенту. Обязательно в диагностическом аспекте необходимо работать с оценкой интенсивности и длительности болевого синдрома, потому что касаемо длительности болевого синдрома необходимо понимать, что максимальная интенсивность боли за последние 24 часа у пациента оценивается. Общие проявления болезни обязательно рассматриваются. Обязательно пациентам, онкологическим пациентам проводится тщательнейшее физикальное обследование, куда входят различные методы исследования. Ну, конечно, все начинается с тщательного физикального осмотра. И далее по списку, так как мы представляем на этом слайде, включая не только эндоскопические методы лечения, но и не надо забывать о том, что необходимо этим пациентам проводить пальцевое ректальное исследование, гинекологическое исследование и так далее. Что касается оценки интенсивности боли, то мы здесь уделили большое внимание различным шкалам, которые используются для оценки интенсивности боли, начиная наш рассказ со шкалы вербальных оценок, которая используется достаточно широко, измеряется в баллах. И при этом очень важно оценочное решение не только медицинского персонала, но и непосредственно самого врача. Вторая шкала, которая представлена на этом слайде, это шкала, визуально-аналоговая шкала, шкала ВАЖ. Она достаточно удобна, потому что левая точка на градуированной линии соответствует нулевой интенсивности боли, в то время как правая конечная точка на этой градуированной линии, она соответствует дефиниции «нестерпимой боли». Поэтому используется чаще всего визуально-аналоговая шкала в сочетании со шкалой вербальных оценок. Но необходимо помнить, что и тот, и другой методы ВАЖ и ШВО, они достаточно односторонние, потому что одномерность не даёт возможности говорить о психоэмоциональном состоянии пациента. Ещё нами предложена шкала, которая по сути своей является как бы бранчем от визуально-аналоговой шкалы. Это номерологическая оценка шкалы. Здесь также используется градуированная прямая, вы видите, которая по десятибальной системе даёт возможность оценить интенсивность боли. Но поскольку мы с вами говорим о том, что не только интенсивность боли, но и общее соматическое состояние пациента является очень важным для оценки и коррекции болевого синдрома, то мы предлагаем использовать нареду с известной и всеми используемой шкалой ЭКОК, шкалой оценки физической активности, обязательно учитывать и оценивать оценку ночного сна и использовать мимическую оценку интенсивности болевого синдрома и состояния пациентам, используя как раз мимические моменты и достаточно точно изучая язык тела в плане жалоб самого пациента, как он это выражает. Это прижатая к болевому очагу рука, либо это вынужденное положение. То есть это все те моменты, которые должны учитываться для того, чтобы разработать адекватную коррекционную терапию для обезболивания хронического болевого синдрома. Что касается оценки проводимой обезболивающей терапии, то здесь в обязательном порядке мы предлагаем отмечать начало той энергетической ситуации, которая возникает после введения первой разовой дозы препарата. Обязательно прослеживается продолжительность действия разовой дозы препарата. Рассчитываются разовые суточные дозы основных анальгетиков в динамике на этапе терапии. Обязательно рассчитываются суточные дозы дополнительных анальгетиков и проводится оценка длительности использования тех или иных анальгетиков. Относительно оценки переносимости противоболевой терапии это, конечно, прежде всего выделение и учет тех побочных явлений, которые имели место у пациента в том случае, если пациент в недавнем прошлом получал предшествующую терапию. Эти побочные явления, имевшие место ранее, обязательно нужно учитывать и избегать для того, чтобы адекватно вести корригирующую терапию по этому пациенту. И предлагаем учитывать степень выраженности побочных явлений по четырехбальной шкале. Это достаточно удобно и хорошо используемо в общетерапевтической и онкологической практике. Для оценки невропатического компонента боли, потому что мы с вами сказали, что одномерность предыдущих оценочных шкал интенсивности хронического болевого синдрома не дает полной оценки психоэмоционального состояния пациентов, поэтому мы предлагаем в практические рекомендации по лечению хронического болевого синдрома 2021 для диагностически невропатического компонента боли предлагаем использовать Neuropathic Pain Diagnostic Questionary, который представлен на следующем слайде. Сумма баллов в процессе опроса, в том случае, если она составляет 4 балла и более, это указывает на то, что боль у пациента является нейропатической, имеет нейропатический компонент. В плане дополнительной диагностики обязательно при необходимости рекомендуем использовать компьютерную томографию органов грудной и брюшной полости с внутриветным контрастированием, при подозрении на метастатические изменения в центральной нервной системе компьютерную томографию или магнитную, тогда, когда ПТКТ принципиально может изменить тактику лечения у данного больного. Также сцентография костей и рентгенография костей в зонах накопления радиофарм препарата при сканировании. Что касается принципов терапии хронического болевого синдрома, то это очень серьезный многофакторный подход, потому что действительно эффективная терапия хронической боли – это сложнейшая задача. Она требует многостороннего подхода с использованием различных методов и различных лекарственных средств. Основным, наиболее удобным, в большинстве случаев, эффективным и безопасным методом лечения хронического болевого синдрома является фармакотерапия. Мы представляем вам фундаментальные рекомендации по трехступенчатой системе обезболивания, которая предложена Всемирной организацией здравоохранения, трижды пересмотрена, и по сию пору она является золотым стандартом, по которому работают все клинические онкологи и альгологи всего мира. На этом слайде мы как раз вам представляем первую, вторую, третью ступень обезболивания онкологических пациентов с хроническим болевым синдромом. Вальдационное исследование ступенчатой методики обезболивания ВОЗ как раз демонстрировали эффективность её практически у 90% онкологических пациентов. Что важно при назначении фармакотерапии хронического болевого синдрома? Прежде всего, всегда помнить об индивидуализации терапии. И индивидуальный подбор анальгетиков следует назначать по системе обезболивающие препараты по часам, а не по требованию пациентам. Широко использовать адъювантные препараты. Активное применение адъювантов приветствуется в комплексной фармакотерапии хронического болевого синдрома. И в последние годы мы всё больше с вами говорим о более гуманном подходе к терапии пациентов с хроническим болевым синдромом. Поэтому мы выставляем на одно из важных мест в лестнице обезболивания. Это, конечно, приоритетное использование неинвазивных форм лекарственных препаратов. Небольшое, не очень подробное, но тем не менее, внимание в практических рекомендациях мы уделили интернационному лечению, которое в рамках сегодняшнего сообщения, конечно, невозможно будет проговаривать достаточно детально. Но предлагают нейромоделирующие и нейродеструктивные техники. В самой фармакотерапии хронического болевого синдрома мы не обошли перечень, зарегистрированную в Российской Федерации опиоидных анальгетиков. Сначала мы предложили таблицу с перечнем тех препаратов, которые используются в неинвазивных формах. И вы видите, практически все препараты доступны для практического врача и для практического использования в практическом здравоохранении. И также мы представили перечень зарегистрированных в Российской Федерации опиоидных анальгетиков в инъекционных формах. Здесь также те препараты, которыми пользуемся мы практически на местах при терапии хронического болевого синдрома. Представлено три алгоритма ведения пациентов с хроническим болевым синдромом. Это прежде всего, начинаем алгоритм терапии хронического болевого синдрома, слабой интенсивности. Здесь представлена как соматическая, так и висцеральная боль, оцененная по визуально-аналоговой шкале с интенсивностью менее 40%. Далее идет алгоритм терапии умеренной интенсивности, хронический болевой синдром, умеренной интенсивности, когда болевой синдром от 40 до 70% составляет по шкале ВАШ. И алгоритм терапии хронического болевого синдрома и сильной интенсивности, когда болевой синдром свыше 70% по визуально-аналоговой шкале. Далее я хотела бы остановить ваше внимание на том подразделе, о котором я хотела проговорить, потому что я обсуждала с коллегами, и не все согласны, что в практических рекомендациях нужно давать принципы тетирования доз опиоидов. Но, тем не менее, мы посчитали возможным вся группа, которая работала в разработке практических рекомендаций 2021 по лечению хронического болевого синдрома, а это я перечислю профессор Новиков, профессор Орлова, профессор Сидоров и я. Вот мы считаем, что наиболее безопасным методом подбора суточной дозы все-таки должны быть оговорены и должны быть представлены. В этой ситуации мы говорим о том, что наиболее безопасными являются дозы сильного опиоида, которые могут назначаться и в пероральной форме, но инъекционный морфин также может использоваться для определения суточной дозы опиоида. И после тетирования и определения суточной дозы морфина целесообразно перейти на опиоид с модифицированным высвобождением вещества пролонгированного действия для контроля постоянной боли в течение суток. И еще один раздел, который я хотела бы с вами обсудить, в принципе, на терапии прорывной раковой боли это очень сложная ситуация. Вы знаете, что дефиниция прорывной боли по сути своей это транзиторное усиление боли, возникающие на фоне относительно стабильной адекватно контролируемой опиоидом основной боли и со средней продолжительностью этого эпизода около 30 минут. Так вот, для терапии прорывной боли мы предлагаем использовать опиоиды с быстрым наступлением и короткой продолжительностью эффекта. Доза морфина для купирования прорывной боли обычно эквивалентна 10-15% суточной дозы опиоида. Если в течение суток требуется более 4 доз опиоида для купирования прорыва боли, надо скорректировать суточную дозу основного опиоида длительного действия, а также ставить вопрос о целесообразности назначения широкого спектра адъювантных средств. Вот здесь мы представляем вам список наиболее широко используемых групп препаратов в виде адъювантных средств в терапии хронического болевого синдрома. Нет возможности останавливаться на каждой из названий препаратов либо групп препаратов, которые используются с этой целью, но хотелось бы отметить, что мы уделили внимание некоторым наиболее часто используемым препаратам. В частности, мы хотели говорить о том, что использование таких адъювантных средств, как парацетамол, иной раз составляют достаточно большие неприятности в клинической деятельности, вы знаете, за счет длительного использования, за счет повреждающего действия и выраженной гипотоксичности. Кроме адъювантных средств терапии хронического болевого синдрома, мы представили небольшой раздел, но тем не менее сочли нужным коснуться особенностей ведения пациентов с хроническим болевым синдромом в End of Life. И здесь мы даже говорим, что не рекомендуется снижать дозу опиоидов при наличии артериальной гипотензии или спутности сознания, если они не являются следствием избыточной дозы опиоида. В случае отмены опиоидного анальгетика его дозу следует снижать постепенно, не более чем на половину дозы за сутки во избежание синдрома отмены и прорыва боли. И рекомендуется сохранять прием опиоида в эффективной дозе даже при отсутствии сознания. То есть при адекватной оценке выраженности всевозможных сопутствующих состояний кроме хронического болевого синдрома не обязательно нужно учитывать коррекцию этой терапии и не усиливать, а наоборот облегчать страдания этих пациентов. А что касается нежелательных явлений при использовании неопиоидных анальгетиков, то как раз вот здесь мы очень хорошо говорим о побочных явлениях со стороны наиболее широко использованных препаратов. В частности, то, о чем я начала говорить, это касаемо как раз метамизола и парацетамола. Нужно помнить о том, что все препараты группы НПВП противопоказаны пациентам с разными язвенными заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения. И возникает высокий риск тромбообразования инфарктов миокарда и тромбоэмболических явлений, что необходимо обязательно помнить. Что же касается нежелательных явлений при использовании опиоидных анальгетиков, то в свою очередь мы наряду с наиболее частыми проявлениями как то тошнота, рвота, констипация, седация, здесь нужно быть очень осторожными, потому что замена опиоидов может давать именно эффект наложения, усиления этих тягостных для пациентов ситуаций. И что необходимо помнить, чаще всего мы используем тромодол, особенно на первых ступенях развития оценки и интенсивности хронического болевого синдрома, и на первой ступени лекарственная коррекция хронического болевого синдрома, но надо помнить, что есть не одно количество дополнительных неопиоидных побочных эффектов, и они представлены на этом слайде, речь идет о сэритаминовом синдроме, который может развиваться в течение нескольких часов или дней от начала совместного приема тромодола с вот здесь перечисленными препаратами, которые мы даем вам на этом слайде. И особое внимание, опять мы хотим сказать, независимо от состояния пациента, все-таки более гуманным является тот факт, что мы должны понимать, опиоиды инъекционного порядка должны применяться лишь в исключительных случаях, при невозможности использования неинвазивных лекарственных форм. Вот, собственно, все, о чем я хотела поговорить по практическим рекомендациям, уважаемые коллеги. Спасибо за внимание. У меня есть там два вопроса, я их представила вам, и мне очень интересны были ваши ответы, такая обратная связь по поводу практических рекомендаций, которые мы вам представили в 2021 году. Спасибо за внимание. Всего вам самого доброго. Здоровья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok